Огромное спасибо бустерам! Сегодняшний выпуск будет жарким. И благодаря этим людям он состоялся. А всем остальным не забывайте покупать билеты на наши сходки. Не шурши, все ссылки есть в описании. Спасибо! Оструйся перед работой и успокойся. Мигрируй в звук. Куда мигрировать? В звук. Прокачай свою музыку. Что прокачать? Извините, я просто плохо слышу. Звук! Господи, дай сюда! Скачай приложение звук и хватай свою коллекцию музыки из других сервисов. А вот далее переходи в настройки профиля, выбирай хай-фай качество и наслаждайся совершенно новым экспириенсом звучания. Вот что ты слышишь. Я слышу объемное звучание. Правильно! И таким образом ты сможешь слушать свою любимую музыку и даже нелюбимую. И все это в приложениях для Android на сайте звук.ком. И в машинах с поддержкой CarPlay и Android Auto. И никакой рекламы. Треки можно скачать и слушать где угодно. О! Кажется, умные рекомендации заработали. Это то, что мне нужно. Не забудь только оформить подписку. Все ссылки в описании, мой юный друг. А знаешь что, таинственный голос? Я хочу сказать тебе спасибо. Пожалуйста. Приветствую. Я вынужден сделать чистосердечное признание и отчитаться. Я посмотрел все фильмы и сериалы Сарика Андреасяна. И я этого не стыжусь. Сарик Андреасян – человек-легенда. Это режиссер, который в нашей стране неразрывно связан с понятием отечественный трэш. Его ненавидели, на него бомбили, его любили. Но так ли все однозначно с его фильмографией? За 14 лет своей режиссерской карьеры Сарик успел поработать в самых различных жанрах и даже попробовать себя на голливудском поприще. Суммарно он снял 22 проекта. И да, отсмотрено было все. Никакого хейта, лишь беспристрастный ликбез. Давайте же узнаем, что получалось и не получалось у Сарика. Какие у него, не побоюсь этого слова, сильные стороны и куда его карьера движется сейчас. Приятного просмотра! Ну, наверное, приятного. Сарик родился в Ереване в 1984 году. Еще в детстве он переезжает с семьей в Кустанай, Казахской ССР. Это довольно важный момент для его будущего творчества. В начале нулевых он начинает участвовать в региональной лиге КВН в составе команды «Настоящие армяне». Интересно то, что в свое время команду не впустили на более высокие лиги, потому что Амик возмутилась тем, что команда активно гастролировала и использовала бренд КВН без юридического соглашения. В середине нулевых Сарик приезжает в Москву и оканчивает мастерскую Юрия Грымова по специальности режиссер кино. И начинает специализироваться на музыкальных клипах и рекламе. С 2005 по 2006 год он также успел поработать на СТС в роли авторов диалогов для сериала «Не родись красивой». В 2007 году он выступает автором идеи режиссером юмористической программы «Бла-бла шоу для РЕН-ТВ», где знакомится с целой плеядой комиков. И это знакомство также было значимым. А уже в 2008 году он решается на свой полнометражный дебют в кино. В 2009 году выходит его дебют. «Лопухи. Эпизод 1». Опыт на телевидении позволил собрать ему достаточно звездный актерский состав, включая участников команды «Уездный город» Сергея Писаренко и Евгения Никишина. Фильм «Лопухи. Эпизод 1» Сарик снял по собственному сценарию. Сюжет во многом основан на личных переживаниях Сарика, связанных с переездом в Москву. Это история про неудачливых комиков-провинциалов, которые переезжают покорять столицу и попадают в некоторое дерьмо. При просмотре становится очевидно, что Сарик и компания во многом опирались на комедийную классику. Начиная фильмами, Леонида Гайдая с быстрыми перемотками, заканчивая тупым еще тупее. Сам Сарик говорил, что пытался снять фильм в лучших традициях советского кино. И думаю, не надо объяснять, насколько это все далеко от правды. Пантомима избита до безобразия. Сергей Писаренко и Евгений Никишин всячески пытаются тебя рассмешить, не выходя из своих заплесневевших квенских образов. И получается у них это, ну, мягко говоря, никак. Конечно же, помимо прочего, всему виной здесь очень посредственный сценарий и крайне неумилая постановка. Низкопробные гэги, профуканные комедийные монтажные тайминги тут сочатся просто с каждого кадра. С каждой минуты просмотра сильно замечаешь, что Сарику очень не хватает опыта. Ни сценарного, ни режиссерского. Очевидно, есть идея, и в голове этот фильм должен был работать реально, как русская версия тупого еще тупее. Но не срослось. Шутки могут затягиваться до неприличия. И когда ты смотришь ту же импровизированную, длиннющую нарезку, как наши герои корчатся и разбрасываются деньгами, внутри прям все скукоживается. В киношке буквально нет удачных попаданий. А добивает все это дико дешевая и пластиковая картинка. Бюджет, кстати, составил полтора миллиона долларов, что для отечественного фильма образца 2009 года нехилая такая сумма, особенно для дебютанта. И вот куда там бабки ушли, одному Сарику известно. Очевидно, что первый блин 24-летнего Сарика вышел комом. И мы все знаем, что этот ком не последний. Ну и скажу очевидную ноту. Но на удивление фильм смог собрать неплохую кассу в 4 миллиона долларов. Название с подзаголопком «Эпизод первый» наверное можно считать скорее за шутку, нежели за полноценный задел на прости господи франшизу. Хотя кто и узнает, что было в голове у Сарика образца 2009 года. Ну как бы то ни было, к лопухам Сарик больше не возвращался. В 2011 году выходит служебный роман «Наше время». Свой второй полнометражный фильм Сарик выпускает два года спустя. И на этот раз он решается на свое первое отдрясянивание. Служебный роман «Наше время» — это глянцевый и попсовый ремейк классического фильма Эльдара Рязанова на современный лад. Производством фильма занималась студия «Квартал 95» и непосредственно сам Владимир Зеленский. Мы тут ступаем на очень древнюю территорию. Зеленский также сыграл нового Анатолия Новосельцева. И на самом деле, если поначалу абстрагироваться от того, что перед нами ремейк, то служебный роман «Наше время» — это абсолютно стандартный офисный ромком на один раз, который ничего интересного из себя не представляет. Но по мере просмотра параллели с классикой все же становятся неизбежными, особенно когда на протяжении всего хронометража эксплуатируется оригинальная тема советской картины. Зеленский и Светлана Ходченкова отыгрывают свои партии просто отвратительно. Заметно, что они изо всех сил стараются соответствовать оригинальным образом, но выходят очень карикатурно и безжизненно. Они не показывают нам этих персонажей, а изображают. Ходченкова совершенно не подходит на роль сварливой мымры, а их дуэту с Зеленским явно не хватает химии. Последние так и вовсе играют максимально на отвали. В советской версии ремейк, конечно же, никакого сравнения не выдерживает. Оригинальный саундтрек здесь плетен крайне неуместно и сильно конфликтует с визуальным рядом. И вроде бы Сарик на тот момент набил руку с офисными комедиями. Достаточно посмотреть на опыт с сериалом «Не родись красивой». Но уже на 17-й минуте почему-то главных героев отправляют в Турцию, из-за чего вся эта офисная атмосфера начинает сходить на нет. Ну, конечно, надо же было как-то спонсорские бабки штурагентства отрабатывать. И романтическая линия развивается слишком стремительно, и фильм на протяжении всего хронометража не покидает странный монтаж с клиповой нарезкой и странным темпоритмом. В первых картинах Сарика с монтажом вообще огромная проблема. Фильм скачет от событий к событию максимально быстро, а хаотичные монтажные склейки лишь сильнее тебя путают. С другой стороны, пересматривая фильм сейчас, ты невольно замечаешь, что перед тобой образчик из совершенно другого времени, и в этом даже есть определенный шарм. Владимир Зеленский, разъезжающий на мотоцикле в центре Москвы под украинскую песню, сейчас вообще воспринимается как что-то из иного таймлайна. Это некий отголосок из прошлого с кучей звезд тогдашнего российского бомонда и максимально легкой, непринужденной атмосферой конца нулевых. Я бы не назвал служебный роман в наше время прям отвратительным фильмом, который позорит советскую классику во славу сатане. Это очень простецкий, да безобразие клишированный ромком, который лишь берет за основу классический первоисточник, и на самом деле связан с ним довольно косвенно. И по сравнению со своим дебютом, Сарик смог выдать более цельный продукт. Так что давайте дадим ему печеньку и скажем «натянутую мэйби». Начиная с этого фильма, Сарик, кажется, почувствовал свою силу, и уже в следующем, 2011 году, он выпускает еще один полуремейк. В 2011 году выходит «Беременный». И с этого момента производство фильмов проходит под предводительством компании «Энджой Муви», из которого Сарик основал в конце 2010-го. «Беременный» 2011-го – это косвенный ремейк Джуниора 1994-го года со Шварценеггером и Дэнни Дэвито. Вместо Арнольда у нас Дмитрий Дюжев, а вместо Дэвито – Михаил Голустян. И по сюжету здесь, ну, мужик беремене не может быть. На этот раз Сарик снова отвечал за сценарий, и он даже говорил, что со всей серьезностью подходил к изучению различных стадий беременности. По его собственным заверениям, Джуниора он не смотрел. И хоть концептуально фильм похож на американского, можно сказать, собрата, история действительно по большей части оригинальна. Конечно, «Беременный» – это типичный представитель «Сариковской комедии». Шутками про отошедшие воды, пердеж и прочее непотребство. «Беременность протекает согласно срокам, без отклонений». Сюда даже завезли актуалочку из начала 2010-х. Помните, тогда был «Осминог», предсказывающий результат футбольных матчей? Ну, а здесь у нас «Курица-оракул». Помните, помните, Дмитрий Медведев любил айфоны и вел свой блог на ЖЖ? Ну и про это пошутили. Уже тогда эти приколы были избиты до посинения, а сегодня все это выглядит очень устарело и нелепо. Весь сюжет мы следуем по классическим тропам подобных комедий. Главный герой зазвездился, жена ревнует, потом герой выбирает свою жену вместо Славы, рожает ребенка в Казани, оба беременеют. Что ж, прогрессивно. Наверное, это самый скучный фильм «Сарика». Шутка с Дмитрием Дьюжевым, играющим мамочку, надоедает уже со второго раза, а ведь ничего иного за полтора часа картина нам не предлагает. В общем, можно получить мою пузатую ноу. И беременный зарабатывает более 7 миллионов долларов при бюджете в 2. Уже в следующем году Enjoy Movies выпускают очередную комедию, только теперь уже с замахом на семейную аудиторию. И что ж... Вот оно, тот еще Карлосон. Эту картину можно по праву считать одной из худших Сарика. Это была неумелая и странная попытка сделать современную сказку на основе классических детских повестей Астрид Лингрен. Непонятки начались уже на этапе разработки, так как нашего пухляша зовут Карлосон, и у него нет пропеллера. То есть ни о какой официальной адаптации Карлсона тут не может быть и речи, ровно как и о выплате по авторским правам. И, собственно, получилось, что получилось. С самого начала нас одаривают кадрами с жутким хромакеем, сахарно-розовым миром метриков, кучей продакт-плейсмента. И, в общем, это стандартная трэшовая классика. С Карлосоном становится очевидно, что Сарик, по крайней мере, на тот момент совершенно не умел работать с детской аудиторией. Чувствуется, как автор смотрит на аудиторию сверху вниз, и фильм постоянно пытается с тобой сюсюкаться. В то время как хорошие семейные фильмы, я считаю, должны общаться с аудиторией наравне. До кучи нам завозят миллиард поп-культурных отсылок с игровыми приставками, Мортал Комбатами, и всё это превращается в хаотично безумную солянку, приправленную кривляющимся и несмешным галустяном, катастрофически плохо играющим пацаном, рваным монтажом, просто феноменально отвратительной графикой, жутким студийным желтушным светом и, конечно же, трэшовыми мерзкими шуточками. Фильм постоянно поднимает тему того, что малыш слишком зависим от всего американского, за что Карлосон его подстёбывает. Но очень забавно, что само кино целиком и полностью выстроено на голливудских клише семейных комедий. Да и в целом пытаться топить за отечественный фольклор в истории, созданной по шведской сказке, это, ну уж, какое-то слишком сомнительное мероприятие. Сам Сарик объяснял критику фильма тем, что, мол, взрослые ожидали увидеть старого доброго советского Карлсона, а получили нечто совсем другое. И да, действительно получилось совсем по-другому. Если бы ещё реализация была нормальной, то никто бы и не возникал. И если вы уж всячески открещиваетесь от классики, то зачем тогда постоянно вставлять сюда цитаты из оригинального мультфильма? Одни загадки с этим Карлосоном. В общем, отодрясь сяняли Карлсона по полной, и первая попытка Сарика сделать семейный блокбастер очевидно провалилась. Говорю свою ногу. Фильм собирает хорошую кассу в 11 миллионов долларов при бюджете в 4. И это не мудрено. К семейным сказкам, кстати, Сарик ещё вернётся, но это произойдёт гораздо позже. А перед этим нас ждёт... Что творят мужчины? Ох, какой тяжёлый случай. Да. В очередной раз перед нами пример классической бизнес-схемы Enjoy Movies. Берём известную интеллектуальную собственность, о чём говорят мужчины, снимаем на тяп-ляп полнейшую чепуху, обыгрываем название и гребём бабки экскаваторами. И что ж, бизнес-схема сработала. Ещё бы в самом фильме хоть что-то работало. К тому же оказалось, что этот фильм часть, прости господи, киновселенной, потому что здесь появляется Дмитрий Нагиев в образе ширного миллионера, который уже появлялся в другой комедии «Мужчина с гарантией». Только не запутайтесь в этих франшизовых перипетиях. В них нет никакого смысла. Перед нами полуторачасовая трэшовая вакханалия, которую прямо изо всех сил стараются показать «Смотрите, какие мы апаташные! Мы шутим про секс!» Но, разумеется, ни одной даже маломальски удачной шутки здесь ожидать не стоит. Как я уже неоднократно говорил, пошлый юмор — это тонкая, ювелирная работа. Но Сарик чихать на это хотел. Тройка комедиклабовцев вечно пучат глаза и переигрывает. Нас одаривают совершенно жуткой сценой от первого лица с Кристиной Асмус, которая играется с членом, дико пресной клишированной что на таких фильмах мы с Сариком далеко не уедем. Я говорю «ноу» и помчали дальше. При бюджете 2 миллиона долларов киношка собирает 11 миллионов. На удивление, этот кассовый успех запустил буквально единственную франшизу в карьере Сарика. Но перед тем, как снять сиквел этого чуда, он успел поработать нигде-нибудь, аж в Голливуде. В 2013-м друг Сарика из Нью-Йорка предлагает ему поработать аж самим Хайденом Кристенсеном, нашим любимым Энакином Скайуокером. Брат Кристенсена, в свою очередь был продюсером и занимался производством недорогих кинчиков разного пошиба. Им показали служебный роман «Наше время», и по легенде Сарика они были впечатлены результатом и позвали Сарика снять за 10 миллионов долларов ремейк классического американского нуара фильма «Большое ограбление банка в Сент-Луисе». Да, это очередной ремейк в карьере Сарика, но, разумеется, очень прорывной. Это должен был быть эдакий авторский недорогой боевичок, да не абы какое с привлечением самого Кристенсена, Эйкона не раз говорил, что считает Броуди одним из величайших артистов, так что без особых раздумий он согласился на проект. И до сих пор Сарик называет «Ограбление в американски» одним из своих лучших фильмов. И с одной стороны, его можно понять. Не каждому режиссеру, снимающему комедии на уровне беременного Карлосона, выпадает шанс снять голливудский боевик с Эдрианом Броуди в главной роли. Это действительно огромный и значимый буст. С другой же стороны, стоит обратить внимание на то, что вообще нам может предложить кино с бюджетом 10 миллионов долларов, эмоционирует себя как боевик. На самом деле, ничего интересного. Это история о простых андеграундных чуваках, которые ходят по подворотням под рэпчик, говорят волчьими пацанскими цитатами и весь фильм готовит, собственно, ограбление банка, по пути выясняя отношения между друг другом. Терки между братьями, которых, собственно, и сыграли Кристенсен и Броуди, представляют собой эмоциональные качели, в которых то они ссорятся, то мерятся. В общем, не сказать, что семейная драма тут прям невероятно увлекательная. Но вот наблюдать откинувшегося зэка, это весьма любопытно. Не каждый день услышишь от оскароносного актера глубокую речь о том, как его насиловали в задницу зубной пастой. Они трахали меня в задницу по очереди, смазывали свой член зубной пастой и трахали меня. Аж до мурашек. Основной экшен подоспевает в третьем акте, когда начинается ограбление банка. Я бы не сказал, что экшен-сцены здесь прям плохие. Очевидно, что фильму критически не хватает бюджета, но все же Сарик старался вывозить как мог. В конце даже вертолет круто уронили и взорвали. Здесь вы не увидите корявого рваного монтажа, супертрешовых сцен, вычурно плохой режиссуры и всего такого прочего. Это крепкий средняк за 10 миллионов баксов, который, как ни крути, был очень важен для Сарика. В частности, из-за фигурирующей темы взаимоотношений братьев. Конечно, фильм порой забавляет всеми этими рассуждениями о том, что банковская система обкрадывает людей, поэтому мы должны ограбить банк, ауф. Ровно как и финальная мораль настолько безобразно простая, что аж вызывает улыбку. Не играть в банки, брат, а то схватишь маслину, брат. Пока. Но все же это похвальный карьерный буст Сарика, которому скажу свое мэйби. К сожалению, фильм нещадно проваливается в прокате, зарабатывая всего 2 миллиона долларов при бюджете в 10. И все же стоит отдать Сарику отдельный респект за то, что он не поддался соблазну продолжать снимать дешевый шарпотреб в Голливуде. Сарику и дальше начали поступать предложения поработать в Штатах. Ему даже предлагали снять какой-то очередной трэшовый боевичок с Брюсом Уиллисом, но он отказался, сославшись на то, что это был слишком плохой по его мнению продукт. А ведь он мог согласиться и продолжать набивать себе портфолио в Голливуде, но он не стал. И у меня есть искренняя вера в то, что с ограблением по-американски Сарик хотел сделать по-настоящему хороший фильм. И такие попытки заслуживают похвалы. Но вот Сарик возвращается в Россию. И на что же он решает променять этот проклятый Голливуд? Ну вот на это, да. Стоит признать, что у Сарика всегда была хорошо развита продюсерская чуйка. Он знает, чем привлечь зрителя, кого выставить на постер, какие шутки вставить в трейлер и так далее. Да блин, первая часть, что творят мужчины, собрала практически столько же, сколько и о чем говорят мужчины. Другой вопрос, это качество предполагаемого продукта, которое, мягко говоря, сейчас не фонтан. Своим единственным за всю карьеру сиквелем Сарик решает помножить градус трэшового безумия. Главных героев вербуют российские спецслужбы, чтобы они смогли остановить бывшего сисадмина, который уехал в Америку и запустил вирус, который угрожает России. А для того, чтобы сломать программу, героям нужно узнать пароль, являющийся словом, которое произнесла бывшая любовница сисадмина во время оргазма. И герои должны переспать со всеми ними, чтобы узнать кодовые слова. Нет, я ничего не выдумываю, это реальный сюжет фильма. Сиквел приправили кучей звездных камел. От Джигурды и Памела Андерсон до самого маэстро Сарика собственной персоны. Разумеется, ничего не может спасти этот парад низкопробности, так что мы даже о нем не будем распинаться. Ну а что взять с фильма, в котором главный панчлайн звучит как «Мы трахнули Америку!» Ну, короче, говорю свою провальную ноу. Давайте уже поскорее открестимся от этой дряни, тем более, что дальше все будет гораздо интереснее, ведь в следующем году Сарик решил замахнуться аж на фантастический боевик. На самом деле концепт фильма «Мафия. Игра на выживание» был достаточно интересным и интригующим. Создатели подошли к производству со всей серьезностью. Официально были выкуплены права на экранизацию игры «Мафия», которую еще в 86-м году придумал студент психологического факультета МГУ Дмитрий Давыдов. Была разработана идея футуристического телешоу, в котором участники соревнуются за денежный приз, а вычисленных членов мафии по итогу игры убивают. И действие происходит в киберпанковой Москве 2073 года. И местами сеттинг выглядит довольно внушительно. Вероятно, перед нами один из самых красивых фильмов Сарика. Постановка кадра очень вылизанная и эстетичная. Графика, ну, не самая ужасная. Конечно, тут прослеживается хромак, а странное освещение мозолит глаза, однако сами образы вышли достаточно стильными. И вроде бы все идет прекрасно, пока не появляются главные герои. Это просто ходячие карикатуры, на которых повесили стандартнейшие ярлыки. Даже их предыстории хоть и выглядит красиво, но воспринимаются как ультра-бездушные флэшбеки каких-то стоковых моделек. И это на самом деле печалит. С проработанными персонажами мог бы получиться по-настоящему напряженный триллер, но, к сожалению, ребята совсем не цепляют и тебе на них как-то похер, потому что будто самим сценаристом на них покер. Посему фильму больше ничего не остается, как расчехлить свой основной хайлайт. Нам показывают оригинальные и креативные убийства героев, которые основаны на использовании их главных страхов. Должен признать, что сцены смертей тут достаточно эффектные и разнообразные. Тут вам и зэки-ниндзя появляются, и каменные монстры, и полигональный самолет рассыпается. В общем, веселуха. С другой стороны, непонятно, зачем вообще проводить подобные смертельные игры. И кто вообще в Москве будущего допускает такую непотребственность и общее обозрение? Это выглядит просто как остросюжетность ради остросюжетности. И в общем, местный лор звезд с неба не хватает. Так и в самой истории нет никакой интриги. И по сути, нам представили лишь обрубок с намеком на продолжение, которого, разумеется, мы никогда не увидим. В общем, «Мафия» получилась крайне проходной картиной с поверхностным сюжетом. Вытягивает ее интересная идея и неплохое аудиовизуальное исполнение. Так что, говорю, мэйби. Хоть первый задел на блокбастер у Сарика не получился, он решает не унывать совсем нестандартным для себя жанре. И ставки были высоки как никогда. Сарик взялся за драматический фильм «Катастрофа», основанный на реальных событиях. Землетрясение в Армянской СССР 7 декабря 1988 года было самым разрушительным в истории республики и унесло жизни более 25 тысяч человек. Разумеется, Сарик не мог позволить себе сделать плохой фильм и опозориться перед армянским народом. Интересно здесь то, что хотя землетрясение продавался как фильм «Катастрофа», на деле он оказался глубоко личным драматическим альманахом о жизни нескольких семей во время катаклизма. Еще со времен фильма «Мамы», в котором Сарик снял одну из новелл, было заметно, что альманахи у него получаются здоровскими. Само землетрясение занимает всего 7 минут хронометража и на удивление выглядит оно весьма впечатляюще. Здесь нет мыльного графона или нелепо изрубленного монтажа. Дальнейшие события рассказывают нам о том, как люди справляются с последствиями катастрофы. Образы героев довольно интересные и разношерстные. Семья, в которой глава семейства дед традиционалист и не хочет принимать беременную дочь ее жениха за порог. Русская мама с детьми. Парень-сирота, который хочет отомстить мужику, из-за которого погибли его родители. Весельчак-прихмахер, который на деле оказывается мародером. И все это буквально и метафорично сотрясается друг с другом. И мы видим, как люди, попав в экстренную ситуацию, начинают переосмысливать конфликты и смотреть на вещи под новым углом, сплотившись перед общей угрозой в виде природы. Фильм героический и в меру пафосный. Возможно, лишь композитор явно перебарщивает с супер-мега-эпическим мега-саундтреком. И иногда концентрация попыток выдавить из зрителя слезу тут просто запредельная. И местами это работает. Это очень крепкая и хорошая притча о гуманизме и все прощения. Когда смотришь на кадры со сплоченными народами мира, стремящимися помочь маленькой Армении, то даже невольно воодушевляешься. Звезды удачно сошлись так, что вкупе с хорошей историей, прекрасными актерами и отличным контекстом у Сарика получилось сделать первое хорошее кино. И я говорю ему yes! Возрадуемся! В сентябре 2016 года Национальная киноакадемия Армении выдвинула землетрясение на премию Оскар в категории лучший фильм на иностранном языке. Американцы отвергли кандидатуру официально по причине того, что большая часть производства фильма проходила в России, а не в Армении. Но сам факт, прикиньте, у Сарика могла бы быть номинация на Оскар. Охренеть можно! Первое yes! Фильмографии Сарика Андреасяна! Неужто нас отныне будет ждать годнота? Что ж, вот мы и добрались до Защитников. Супер эпичная и самая главная и самая легендарная картина Сарика про отечественных суперчелов. Конечно, если включить критиканы и начать разбирать фильм по косточкам, то главной проблемой Защитников можно назвать чрезмерно раздутый пафос и серьезность каждой божьей супергеройской волосинки. Блеклые, неуразительные герои, черти какая экспозиция, дичайшая спешка, вычурность, искусственность и американизированность на каждом шагу. Плюс плохие актерские работы, плохое освещение, плохие эффекты, плохое все. Но... Блин, уже просто невозможно злиться на этот фильм. Ну посмотрите на этого перекачанного злодея Пупса, на этот очаровательный корявенький байт Стражи Галактики финале, на нашего любимого, родного, трехполигонального мишку. Сарик настолько сильно подражал голливудской супергеройке, что у него получился отечественный Бэтмен и Робин на серьезных щах. Да, более пафосный и грустный снаружи, но такой же глупый и трэшовый внутри. Очевидно, что Защитники это плохое кино, в котором ничего не работает как надо, но черт возьми, ровно это и делает его увлекателем. Сарик хотел сделать продукт интертеймент, но этого не получилось. Зато получилось веселое кино, где главой, конечно же, можно сказать картине нет, но вот сердце подсказывает сказать «мэйби». Это так плохо, что хорошо. По итогу проката Защитники собрали неплохую кассу в 11,5 миллионов долларов, однако для бюджета 5,5 миллионов долларов результат оказался крайне плачевным. В том же 2017 братья Андреасяна заявляют о своем уходе из Enjoy Movies, который на тот момент оставалось считанные месяцы. Сцена после титров фильма намекала нам на сиквел и чем черт не шутит. Может даже киновселенную бы замутили, но защитникам была уготована другая судьба остаться в наших сердцах. Ну а так как на супергеройском поприще Сарик тоже потерпел неудачу, он решает вернуться к истокам, а именно к романтическим комедиям. В 2017 году выходит «Любовь в городе ангелов». Эдакая эмоциональная разгрузка для Сарика после эпических блокбастеров. И, наверное, для режиссера это был даже интересный челлендж. Снять инди-рам-ком слэш-мелодраму с малоизвестными актерами бюджетом всего в 100 тысяч долларов. «Любовь в городе ангелов» должна была получиться эдакой вариацией фильма «Перед рассветом», в которой вся история посвящена тому, как романтичная парочка проводит время на свидании и болтает о том и о сём. Но удачно поиграть в Ричарда Линклейтера, к сожалению, не получилось. Для потенциально приземлённого и живого фильма здесь, как ни странно, слишком много постановочного. Актеры играют чересчур театрально и в каждой реплике чувствуется отрепетированность. Размышления героев об отношениях кажутся слишком избитыми и в самих героях от и до ощущается фальшь. Мега-пафосный мега-саундтрек часто заглушает диалоги. Но оскомканный финал, в котором внезапно оказалось, что у парня всё это время была жена и ребёнок, это, конечно, сильно. Очевидно, таким образом решили поиграться на хэппи-эндах и клише романтических фильмов, но вышло крайне криво и нелепо. Если основная задача была в том, чтобы сделать живое инди-кино, то, к сожалению, миссия была провалена. Фильм также является заложником голливудских клише и это его не красит. Я скажу картине No. В следующем 2018 году Сарик вновь пробует себя в драмах и на этот раз позвал Нагеева. Куда же без него? Фильм непрощённый основан на реальных событиях. 1 июля 2002 года случилась авиакатастрофа со столкновением пассажирского авиалайнера и грузового самолёта. Она унесла жизни более 70 человек. Виталий Калоев из Южной Осетии, который потерял семью в результате трагедии, спустя полтора года убил авиадиспетчера Петра Нилсона, которого считал виновным в катастрофе. Роль экранного Калоева как раз и сыграл Нагиев. Знаете, такому роду фильмов как непрощённый просто жизненно необходим авторский почерк. Такая тяжеловесная история нуждается в проработке характеров, их внутренних и межличностных конфликтов. Но, к сожалению, единственное, что нам может предложить фильм, это показать страдающего Нагиева на протяжении полутора часов без всякой подноготной. И, пожалуй, самая неоднозначная часть фильма это как раз сам Нагиев. Это странное ощущение, но когда наблюдаешь за ним на экране, твой эмоциональный спектр колбасится от искреннего сопереживания до полного неверия. Возможно, дело в режиссуре, ведь заметно, что сам Нагиев пытается вытягивать роль как может. Ну вот просто как-то сошлись звёзды, что Дмитрий Нагиев не драматический актёр, хотя очень старается из-за попытку. Респект. И, к сожалению, истории не хватает психологизма и осмысленности, и по итогу не совсем понимаешь в чём заключается посыл фильма. Что самосуд это хорошо? Что отомстив за свою семью, ты автоматически становишься героем в глазах общественности? Почему? Можно сказать, что Сарик здесь выполнил программу минимум, хотя очевидно замах был достаточно серьёзный. Но стоит признать, что по сравнению с первой попыткой Сарика в драме непрощённой это если и небольшой шаг назад, то явно топтание на месте. Скажу своё снисходительное мэйби. Ну вот не срезонировала у меня картина в голове. Ничего не могу с собой поделать. Ну не, Сарик, так слишком просто. А можно вот, можно вот Нагиева, но только в комедии, пожалуйста? Ну конечно же можно. Девушки бывают разные к вашему вниманию. Вот Нагиев по классике ходит в развалочку, а ещё здесь есть очередное камео Сарика, снова паршивые шутки, снова бесстыдная реклама и снова туманная безысходность. В общем, девушки бывают разные, это концентрированный суп из всех клише российских комедий. Искусственный, гадкий, беспощадный. К 2019 году комедии о том, как мужики переодеваются в женщину, уже набили оскомину. И что Сарик хотел сказать этой картиной, я не знаю. Возможно, они хотели просто повеселиться на съёмочной площадке и не более того. Особенно забавно, что к тому моменту подобные комедии попросту перестали зарабатывать деньги. В общем, от меня сами знаете что и давайте поскочим дальше. Да, это было очень лениво, я знаю. В том же 2019 Сарик с полпенька возвращается в семейное кино. Ура! И вот выходит Робо. И это идейный ремейк советского электроника. По сути, перед нами очень лайтовая, прилизанная и вновь американизированная история о мальчике-изгое, которого ни родители, ни сверстники не понимают. И вот появляется довольно криповый робот в исполнении Сергея Безрукова. И пацан креативный, оригинальный. Нет, называют его Робо. Они начнут дружить, но и всё в таком духе по электрониковским заветам. Отношения между героями выстроены очень поверхностно. Отрешённость отца показана слишком схематично. Пацан сначала не любит роботов, но потом в мгновение ока начинает их любить. Издевательства от сверстников тоже крайне шаблонны. Как и плохой злодей в костюмчике, который хочет вернуть Робо обратно к себе на фабрику, явно напоминает нам стального гиганта. Только здесь это скорее ленивое подмигивание без логической обоснованности. В общем, не ожидайте от Робо какой-то потрясающей истории. Но если так призадуматься, перед нами апгрейднутая версия Карлосона. Здесь уже нет воровеглазной графики или пошлого неуместного юмора. Дети играют гораздо лучше, сюжет более цельный и стройный. Монтаж максимально стерильный и в общем очевидно, что Сарик проделал работу над ошибками на семейном поприще. Но разумеется, на уровень условного паддингтона данного обращика никуда не поставишь, как бы Сарик к этому не стремился. Это стерильный трафаретный продукт, которому можно сказать только мэйбия. В 2020 году во время ковидного периода Сарик снимает мини-сериал с Нагиевым под актуалочку. Итак, рецепт хайпового сериальчика в эпоху коронавируса. Берем тему карантина и самоизоляции, обустраиваем домашний сеттинг, бросаем в этот суп несчастного Нагиева и на тяп-ляп снимаем странную, дешевую, неловкую комедию с кучей технических ляпов, невнятным сценарием и стабильно стреляющими в молоко шутками. Все это Нагиев на карантине, который распластал свое тело аж на два сезона и одно продолжение. В целом, кто знает, может быть, с должным исполнением и с такой концепцией мог бы вырасти интересный экспериментальный моноспектакль, в котором Нагиев бы в одиночку переживал все трудности самоизоляции. Однако, на деле, каждую серию Нагиев хочет выбраться из дома, но у него не получается. Весь сериал состоит из избитых шуток, которыми Нагиев максимально на пофиг перекидывается шаблонами второстепенными героями. Причем, изначально Нагиев вообще не хотел участвовать в сериале, чтобы его герои не ассоциировали с ним самим. И на то есть причины. Экраны Нагиев здесь предстают классическим Дэн Тэшным негодяем. Он ненавидит свою жену, хочет сплавить ее в больницу, изменяет ей, пытается надуть систему, в общем, наглый, напыщенный козел, которому и сопереживать не хочется. Все это разбавляется странными открывашками и закрывашками в каждой серии, где Нагиев размышляет о жизни. Но суть этих размышлений мне непонятна. Знаете, стали посещать вдруг интересные мысли. Оказывается, у меня есть дом. Ребята изо всех сил старались набить хронометраж. И в самом конце сезона треть 15-минутной серии занимают неудачные дубли с Нагиевым. И если честно, от финальных дублей отличий не особо много. Ой, я узнаю эту салфетку, еще по непрощенному. Он просто лежит, в чем тут неудачный дубль. И после первого сезона стриминговая платформа ОКО по-шустрому выпустили второй сезон, куда уже подключили сына Нагиева и жену Сарика Лизу Моряк. Ну и ребята пошли в полный разнос. Нагиев остается с сыном заперте, и они пытаются решить возникшие между ними конфликты. Диалоги абсолютно надуманы, и создается впечатление, что сериал уже просто хреначили без сценария, на ходу. В конце сам Сарик появляется с мета-юмором в арсенале. Он высмеивает сам себя, а эта шутка повторяется раз пять. Создается впечатление, что Нагиев с сыном и Сарик с женой решили просто затусить во дворе на даче и по пути снять сериальчик и поднять баблишко. Я их не осуждаю, дай бог им здоровья. В общем, думаю, понятно, что это безоговорочная нока. Забавно, как Нагиев в блуперцах ко второму сезону говорит, что они сняли 20 серий за 19 дней. Немного групп, которые вот 20 серий замолотят за 19 дней. Это просто невероятная кинопродуктивность. А еще в этих же блуперцах он называет Ока сволочами, которые дерут за фильм по 350 рублей. Я у этих сволочей покупаю за 399 рублей. Очень странная самореклама для Ока, но да ладно. Удивительно, но в этой жути был еще и третий сезон в виде нового сериала Нагиев на каникулах. В нем Нагиев улетает в Арабские Эмираты, собственно, на каникулы. И там уже абсолютно все положили болт на все, что можно и нельзя. В кадр попадают штативы, осветительные приборы. Нагиев запинается прямо во время дубля и это не перезаписывают. Тем просто до жопы. Шутки, похоже, стали еще более плоскими, чем раньше. И внезапно появляется какой-то мужичок ТикТок-блогер, который представляется как Апу. И раз 5 нам загоняют одну и ту же шутку про его имя. Вас как зовут? Апу. Я говорю, зовут вас как? Апу. И имя ваше как? Апу. Как вас зовут? Апу. Как вас зовут? Апу. Как ваше имя? Получается, Апу. В этом суть данного сериала. Они постоянно повторят шутки по 5 раз. И в итоге Нагиев попадает в разные истории, где он то разобьет паузу во дворце шейха, то будет пытаться побериться со своим агентом, который говорит голосом Сарика, хотя Сарик появлялся и в кадре в роли самого себя. Ну ладно, не суть. В общем, на этот раз Нагиев и Сарик вместе с женой съездили в Дубай, отдохнули и параллельно чисто на импровизации попану сняли очередную шнягу и заработали динжат. И я их не осуждаю. В общем, такое же закономерное ноу. В том же 2020 выходит новый фильм Сарика, который внезапно смог меня удивить. Когда смотришь на постер Гудбай Америка, который вышел в том же 2020 году, кажется, что фильм будет нести какой-нибудь странный псевдопатриотический посыл на манер Но на самом деле это не так. Как Сарик сам признавался в интервью, это фильм о поиске своей родины. И эта тема безусловно ему близка. Это очень важно, ведь когда автор в произведении затрагивает очень близкую ему тему, то и зритель это чувствует, и происходит эмоциональная цепная реакция при просмотре. Именно это и произошло в случае с «Гудбай Америка». Если с лопухами Сарик тоже пытался показать личную историю о том, как парни из «Глухомани» приехали покорять столицу, но сделал это через призму коммерческой тупорылой и очень неумелой комедии, то с «Гудбай Америка» Сарик выбрал более искренний и душевный подход. Это вновь альманах из пяти историй, рассказывающих о русских людях, которые живут в Америке и скучают по родине. Причем скучают по совершенно обыденным и банальным вещам. Например, одна новелла посвящена беременной девушке, которая на протяжении всей истории ищет гефилтифиш, которая идеально готовила ее бабушка. Естественно, ни один американский ресторан не способен повторить это блюдо, потому что бабушка незаменима. Это совершенно нормально, дать возможность поностальгировать и сказать, что хоть я и нахожусь здесь, это мой дом, но родина осталась там. Такими вот милыми, но при этом довольно тонкими мыслями пронизан весь фильм. Помимо этого, конечно же, не обходит стороной вопрос разницы культур и менталитета. Американцы не понимают, зачем мы разводим бешеный огонь на шашлыки, когда есть барбекю. Проводится параллели с тем, во что играли люди советской эпохи, и во что играли американцы и так далее. И все это очень интересный посыл о том, что мы безумно похожи, но одновременно безумно разные. Однако при этом не стоит забывать уважать и понимающе относиться друг к другу. Это очень светлый и даже гуманистический посыл. Особенно вкупе с хорошими актерскими работами Юрия Стоянова, Гранта Тахотяна, того же Нагиева и многих других. Конечно, нельзя не заметить, что разрыв между некоторыми новеллами ну слишком уж большой и скроены они не идеально. Также саундтрек в лучших традициях фильмов Сарика очень пафосный и громкий, особенно к финальному вакту. Но эти вещи все еще не отменяют того, что Гудбай Америка – это трогательная, добрая, личная и приятная картина, которой я скажу свою ЕС. Очередная победа! В 2021-м Сарик снова заходит на территорию сериалов, и на этот раз немножечко решает поиграть настоящего детектива. Чикатило. Ну что ж, Чикатило – это довольно странная штука. И удивительно, что такая интересная история из реального мира получила настолько сухое безжизненное воплощение. Большую часть хронометража тут занимают абсолютно филерные, пресные, офисные, ментовские разборки. Ну и куда ж российский сериал до безлюбовной линии? Ментовской любовной линии? Ну прям отечественная бинго! Ну и думаю, никого не удивлю, если скажу, что Нагиев в образе Чикатило выглядит слишком уж карикатурно и резиново. Если настоящий Чикатило долгие годы мог ходить у всех на виду, не вызывая подозрений, создавая ложное впечатление добродушного дядьки, то здешняя версия Нагиева распугала бы всех детишек в округе, стоило бы им его только увидеть. Сериал вновь ломится от голливудских клише и приемов. Оттого выглядит фальшиво, особенно в сеттинге Советской России. Но это все ладно, может второй финальный сезон как-то исправлял положение? Ну конечно же нет. Все претензии, которые зрители предъявили первому сезону, предъявляют и второму. Вновь никакого раскрытия психологической подоплеки, никакой предыстории Чикатило, ничего. Господин Чикатило здесь предстает не как интересный для изучения персонаж, а скорее как карикатурный бугиемен из дешевых слэшеров, которому непонятно зачем выделили отдельный драматический сериал. Другой разговор, что вины Сарика во всем этом особо-то и нет. Основная проблема сериала прежде всего лежит в сценарии. Сериал достаточно неплохой визуал, и Сарика можно похвалить за тщательную работу над светом и тенями. В общем, первый заход в большие сериалы у Сарика вышел крайне спорным. У сериала был огромный потенциал, а у самого Сарика была хорошая возможность для творческого роста. Но, к сожалению, из-за огромной занятости Сарика не получилось создать полноценный продукт А-класса. Посему получилось, что получилось, поэтому я с горечью говорю Чикатило «Ноу». Что ж, давненько у нас комедий не было. Прям непорядок. На волне популярности оппозиционных комедий вроде хитовых «Домашнего ареста» и «Последнего министра» в 2021 году вышел сатирический проклятый чиновник. Киношники прочувствовали, что народу очень заходит смотреть на то, как на экране вороватые чинуши смачно получают люлей. И Сарик в очередной раз не решил стоять в стороне от хайпа. Но, к сожалению, на выходе получилась какая-то наспех слепленная байда. По сюжету главному герою, чиновнику Феде, приходит бабка, которая при помощи взятки в виде банок варенья хочет выудить себе место на кладбище. Федя отказывается, из-за чего бабка проклинает его, чтобы он больше никогда не мог брать взятки. После этого Федя берет под ручку свою секретаршу, позарослевшую Галину Сергеевну, и погружается в недра российской глубинки, увидев, как же люди живут там, за ширмой денежной. И всего пару недель нашему Феде хватило, чтобы из типичного вороватого чиновника превратиться в честного слугу народа. Звучит, ну, слишком сказочно. К сожалению, кино получилось слишком пафосным и неживым, с обилием низкопробных пошлых шуток и прилизанной пафельной моралью, где в конце все жулики получают по морде, а главный герой стремится в светлое будущее. Ну, хотя бы за подбор актеров спасибо. Особенно было приятно увидеть Сергея Роста. Ну, и за какую-нибудь злободневность фильм все же можно похвалить, и поэтому я скажу ему скомканную мэйби. А у нас на очереди снова сериал и снова Нагиев. Какая неожиданность, царик. Ты не остановим. Честно говоря, от такого марафона начинаешь критически уставать, поэтому я думаю, вы не будете против, если бы немножечко ускоримся, да? По сюжету сериала в активном поиске у главного героя, которого играет Нагиев, объявляется 9-летний сын. Вот просто так, буквально из ниоткуда. Где он был до этого? Как он нашел Нагиева? Где его мать? Вот как раз на последний вопрос и пытается найти ответ сам Дмитрий Нагиев, который ищет маму мальчика среди своих бывших любовниц. Нагиев обедает со своим другом и обсуждает какую-нибудь из бывших. Потом он ходит по этим самым бывшим, попадает в невероятно увлекательные сеттинги, универ, больница, ресторан, стрип-клуб, спортзал и так далее. Нагиев болтает с ними 10 минут и в конце нас поражает сюжетным поворотом. Я не его мама. Ой, ну все, пока. И так каждую божью серию. Это очередной наспех слепленный продукт, который даже не стесняется своих алтурностей. В сериале нет даже каких-то классических юмористических зарисовок, которые обычно можно встретить в ситкомах. Да какой-нибудь универ для этого сериала это непостижимый уровень ситкомского сценарного мастерства. Каждая серия это до безобразия стерильный и бестолковый филлер. Это настолько пресное и нудное действие, что ты порой вообще забываешь, что смотришь комедийный сериал. Здесь попросту не за что зацепиться. Развитие отношений между Нагиевым и сыном ограничивается перекидыванием абсолютно неправдоподобных и шаблонных сахарных фразочек. И очевидно, что это очередной сериал, который был снят чисто, чтобы заполнить сетку ТНТ-премьер контентом. Ну и флаком в руки как бы. А я говорю свою опустошенную нау. Итак, у нас последний рывок и у нас остался очередной сериал для стримингового сервиса. Сарик, твоя работоспособность меня поражает. В 2022-м выходит сериал «Жизнь по вызову». Изначально проект назывался «Рынок шкур». Очень проникновенно. Но в конечном итоге сериал переименовали в более умеренную «Жизнь по вызову» и выпустили в этом году. Это типичный представитель современных, пафосных и взрослых отечественных сериалов про московских эскортниц. Вы замечали, что в последнее время развелось ну слишком уж много российских сериалов на тему секс-индустрии? Это же прям какой-то отдельный поджанр. И перед нами сериал, в котором злой Павел Прилучный заведует экскорт-агентством и решает различные проблемы, связанные с этим неблагодарным бизнесом. Попутно он унижает женщин и злобно хмурится. Сериал имеет симпатичную глянцевую картинку. Наверное, самую вылизанную из всех фильмов и сериалов Сарика. Но, к сожалению, за этой приятной ширмой ничего интересного не скрывается. Все герои, включая самого Прилучного, дико отталкивающей пустышки. От всех этих сутенерских перипетий так весело и интересно, что аж зевнуть хочется. Павел Прилучный. Хватит сверлить меня глазами. Получи уже свою новую и отстань от меня. Да, я немножечко устал от Сарика. И на этом сериале на сегодняшний день фильмография Сарика Андреасяна обрывается. Но то ли еще будет от этого весельчака. Что ж, такой вот у нас экстравагантный набор сегодня от не менее экстравагантного режиссера. И одно можно сказать наверняка. Сарик крайне интересная личность. На самом деле, это удивительно. Меня искренне поражает, как Сарик успел попробовать себя в поистине великом разнообразии жанров и форматов. Он зашел на кинематографическое поприще нагло, дерзко, без должного опыта, из-за чего методом проб и ошибок раз за разом открывал себе поле для экспериментов. Где-то удачных, где-то нет. Но Сарик не сдавался. Он пробовал свои силы во всем, в чем только возможно. И в итоге заработал себе какую-никакую, но репутацию. Это действительно достойно уважения. Я искренне чувствую, что этот парень хочет делать хороший контент и интертеймент в России. И если история резонирует с его личными переживаниями, то получается действительно хорошая картина. Но мы живем в мире коммерции, где нужно успеть сделать как можно больше сериалов и фильмов за несколько лет, заработать большие чеки, развивать сторонние продюсерские проекты. И с точки зрения бизнесмена и продюсера Сарика тоже можно понять. Но пытаться преуспеть во всем, значит не преуспеть ни в чем. Пожалуй, история Сарика может послужить хорошим примером для молодых кинематографистов. Что бы ни происходило, и кто бы ни был против тебя, никогда не сдавайся. Даже если ты Сарик Андреасян. По-моему, прекрасная мораль. Что ж, на этом все. Кажется, у меня случился переизбыток отечественного кино в крови. Что ж там у нас, кстати, в кинотеатрах? Помогите. Огромное спасибо за внимание. Да, нас в дальнейшем ожидает марафон елок. Постарайся не откинуться. Подписывайтесь на канал Бусти Телеграм. Покупайте билеты на Нишурши. И всем пока. А я сделаю киномыло по елкам. Вы что думаете, я шучу? Не, я не шучу. Вот увидите.